Доброе утро! 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 новом пути развития страны взвешенным обдуманном который продуман огромным количеством экспертов практиков экспертов от науки и вы заинтересованы показать правительству что вы не просто за лозунги и всякие декларации а за реальную работу спасибо это лишь пожалуйста ваш минута дорогие телезрители мы живем с вами сегодня в независимой сильной стране с хорошим потенциалом который заложен предыдущими годами деятельностью всех кто сегодня проживает в российской федерации и в тех вопросах которые сегодня обсуждаются и занимают людей конечно же особое место занимает проблемы социальные и среди них одна из главнейших проблем национальной проблемы это проблема здравоохранения за предыдущие годы владимир владимирович путин сделал очень много в этом направлении создал тот потенциал на основе которого мы можем дальше развиваться и двигаться вперед и в этом направлении в направлении здоровья нации сделано настолько много что сегодня мы можем с уверенностью смотреть завтрашний день и это не может не радовать и это не может не вселять оптимизм спасибо фрида андреевна ваша минута уважаемые избиратели стремительно приближается день когда вы должны прийти к урнам и отдать свои голоса вы должны внимательно читать лист на котором расположены кандидаты в президента владимир вольфович жириновский номер три голосуйте за него ибо только он знает как повернуть страну в кратчайший срок на социальную основу уделить внимание именно человеку именно его жизни только тогда мы сможем жить в хорошей богатой и процветающей стране голосуйте за владимира вольфовича жириновского он опытнейший политик и хорошо знает законы работая в государственной думе хорошо знает население потому что постоянно автопоезда встречаются с ним самых отдаленных точках для того чтобы знать нужды гражданина спасибо эти за жириновского сила минута андрея морозова дорогие друзья павел николаевич грудинин это кандидат который выдвинут на пост президента от широкого блока народно-патриотических сил россии и поддержан коммунистической партии российской федерации а поддержан он потому что он не только словом а делом доказал что он знает и умеет делать жизнь простого человека достойной вам сегодня по телевизору к сожалению и в сми не покажет всей правды о нашем кандидате поэтому я вас прошу зайдите в интернет наберите совхоз имени ленина павел николаевич грудинин и вы сразу поймете почему рейтинг народной поддержки павла николаевича неуклонно растет и почему нынешняя руководство страны его так боится спасибо спасибо и так марина виктор на что предлагает синий анатолий сообщать для того чтобы оздоровить нашу медицину здравоохранения сентяна предлагает начать с того чтобы уделять больше процентов ввп на медицину сейчас нашей стране этот процент составляет 27 всех разных странах он составляет в чехии например 4 6 сша 8 и 1 германия и продолжение этой деятельности планирует вести владимир владимирович путин асиво тем более буквально вчера прозвучала информация о том что россии возрождается в регионах санавиация и действительно вот о чем сейчас говорили это конечно будет здорово когда больному может доктор прилететь на вертолете оказать экстремную помощь и оперативно доставить его нормальную клинику и могут ему предложить уже более серьезные лечения фрида древна пожалуйста ваши три минуты что владимир вольщич предлагает партия лдпр во главе с владимир вольщичем жириновским нашим кандидатом в президенты давно занимается вопросами медицины и неоднократно выходила в государственную думу чтобы наша медицина везде по всей стране повсеместно была бесплатной и нельзя делать так чтобы под красивым словом оптимати оптима оптиматизация оптимая оптиматизация закрывались больницы владимир вольф жириновский также предлагает чтобы финансирование больниц было напрямую без страховых компаний увеличить заработную плату врача чтобы она на сегодня было 100 тысяч рублей а младшего персонала 70 как найти эти резервы жириновский предлагает распустить палату совет распустить совет федерации и эти средства направить на зарплату врачей с тем чтобы они не совмещали должности а у них было время для того чтобы изучить те новшества которые внедряются в медицину посмотреть какие новые препараты есть как их можно назначать а это значит что для человека будет больше уделено внимание с тем чтобы на первом этапе поставить ему правильный диагноз и у нас будет меньше болеть людей вторым очень важным вопросом владимир вольфович жириновского является лечение женщин которые хотят иметь детей но по различным причинам этого сделать не могут где изыскать резервы чтобы бесплатно лечить этих женщин он предлагает сократить государственную думу до 200 человек остальные деньги направить на лечение женщин это у нас как раз восстановит демографию и позволит желанию женщины быть стать матерью в нашей стране тем самым будет пополняться население кроме того партия лдпр во главе с владимир вольфовичем жириновским считает что в каждой больнице должна стоять урна в которую клиенты могут опустить свои предложения и замечания эти предложения может рассматривать только общественная палата в которой должны быть представлены все партии но не только партия власти спасибо вот жизнь оказывается порой бывает интереснее выбор с локаций согласно данному роста то опять-таки за дворичем мы говорили средняя зарплата врача на чукотки составила 174 тысячи рублей пожалуйста андрей петрович ваше ваше время штока предлагает павел николаевич для улучшения здравоохранения позвольте сначала прокомментирую цифру роста то наверное многие врачи и медсестры сейчас задаются вопросом куда прийти и забрать разницу между теми цифрами про которые вы говорите чукотку и теми реальными я не про чукотку я про холст область вы перед этим говорили про стране в целом в целом конечно значит что касается медицины ну уважаемые телезрители вы все являетесь пациентами в той или иной мере вы все видите сегодняшнюю ситуацию вы все знаете насколько дорого стало сегодня болеть все мамы прекрасно знают что благодаря вот этой пресловутой программе оптимизации которые наши нынешние власти уже 18 лет реализуют на прием ребенка у нас сегодня к сожалению педиатр выделяет всего пять минут времени и вы все знаете вот эти очередя вы также знаете цены в аптеках на лекарства вы знаете какого качества эти лекарства большей части и почему-то фальсификата до сих пор не устранен с аптечных полок вы это все прекрасно знаете и врачи прекрасно знают сколько они на самом деле получают и ростат пишет цифры которые радуют только правительство но к сожалению не тех врачей которые каждый день работает и даже не на одно она 2 на 3 ставки вот это сегодняшний реалии павел николаевич грудинин говорит важную вещь что государство в первую очередь должно учить лечить и защищать и все это должно быть бесплатно для простого человека и он говорит о том что у нас во в первую очередь в конституции все это записано но наша конституция почему-то забыта сегодняшней нынешней властью и к сожалению не исполняется еще девять лет назад у себя в поселке имени ленина павел николаевич построил не просто поликлинику а поликлинику с амбулаторией где люди действительно получают достойное медицинское обслуживание и кстати там на ребенка приходится не пять минут как наших сегодняшних поликлиниках а 50 минут вот это важно знать и уважаемые телезрители вы же все видите сами вы все понимаете и зачем нам что-то вам здесь объяснять медицина сегодня испытывает громаднейшие издержки простой пример прошлого года вернее 16 года когда в деревне ильинка закрылся фаб просто из-за того что не нашли 15 тысяч рублей починить печь и людям пришлось обращаться в общественную палату российской федерации и только после обращения социализм